В сегодняшнем видеоролике я буду выживать за Нидерланды в 1939 году. Вы долгое время просили меня сделать что-то интересное и по-настоящему захватывающее. Выживание, на которое точно стоит обратить свое внимание. Нидерланды в 1939 году представляют собой максимально поникшую страну. В стране до сих пор последствия от Первой мировой войны, разрушенная экономика и полностью уничтоженная и недееспособная армия. Со всеми трудностями, которые я вам уже рассказал и которые нас ждут еще впереди, нам придется столкнуться в этом интереснейшем видеоролике. Поэтому желаю тебе приятного просмотра. Не забудь поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал с колокольчиком. Комментарии и лайки очень сильно помогают в продвижении этого видеоролика, поэтому большое тебе спасибо. На самом деле, даже трудно придумать наиболее худший вариант развития событий, потому что игра за Нидерланды в 1939 году представляет на самом старте для нас громешный ад. Сначала разберемся с нашей армией. Армия это самое главное, что будет сдерживать натиз третьего рейха. Я сделаю укрепрайон от нашей столицы до ближайших городов. Так как дивизии у нас тоже очень слабые и неподготовленные, вообще страна у нас наточена на то, что она никогда в жизни воевать больше не будет. Даже наш правитель, демократ, является паникером. У нас из-за этого понижен лимит капитуляции. По национальным фокусам и исследованиям, уходим как можно быстрее в армейку. Самая главная перед нами задача в исследованиях, это развитие пехотных вооружений, улучшение базовых станочков и получение многочисленных бонусов на армию. Это может быть как радио, так и улучшенное дополнительное оснащение, саперные роты, ремонтные роты и артиллерия, конечно же. По национальным фокусам, пока третий рейх на нас не напал, мы изучаем сами чисто армейские национальные фокусы. Моя главная задача сейчас сослабить наш национальный дух, который у нас отнимает 50% военнообязанного населения. Последствия Первой мировой войны. Мне сейчас нужно поднакопить солдат как можно больше в резерв. Поэтому также по политическим всяким советникам и решениям берем все, что возможно, на ускоренную мобилизацию. Дополнительно я решил усложнить себе еще игру таким вот образом. Выживать и защищать нашу страну мы будем без поддержки какого-либо альянса. Чисто в соло. Спустя какое-то время мне удалось перестроить нашу армию в более положительное русло. Еще один факт, который меня очень сильно огорчает, то что у нас нету даже хорошего военного командования. Бонусы, которые нам дает военное командование, никак мне не нужны. Зачем мне бонусы на штурмовики, когда у нас нету даже штурмовиков? Алё, игра, чё за бред? Поэтому в будущем войне с третьим рейком, который уже скоро-скоро начнется, я буду развивать новое поколение генералов. Дабы в будущем они заняли посты на руководящих должностях в нашем правительстве. Укрепрайон выбран, генералы назначены. Начинаем тренировку наших подразделений и бригад. Даже в сценарии 1939 года наши дивизии с вами новички. То есть их даже никто не тренировал. Они существовали все это время для того, чтобы просто быть. Мы исправим это. Пока Третий Рейх на нас не влетел, проводим тренировку наших подразделений. А кроме того, продолжаем изучать национальные фокусы на армию, развиваем исследования, чтобы получить более технологическое преимущество против Третьего Рейха. И готовимся к худшему. 7 января 1940 года Третий Рейх объявил нам войну. До этого он уже сожрал Бельгию. Но опять же, так как мы не вступали ни в какие союзники, нас обошла участь разгромленной страны. За время, пока Третий Рейх жрал Бельгию, мы сумели с вами подготовиться. Боевые действия уже начались. Половина нашей страны оккупирована. Начались постоянные атаки Третьего Рейха на наше укрепление. Попытки выбить наше подразделение и улучшить свое положение для будущего захвата нашей столицы. Наша армия до сих пор не полностью укомплектована, да и солдат нам толком не хватает. Но благодаря тому, что Третий Рейх на нас напал, мы смогли с вами избавиться наконец-таки от самого противного национального духа. На шок от Первой мировой войны. Теперь мы можем смело мобилизовать как можно больше людей в наши резервы. А кроме того, взять улучшенную мобилизацию. С этим уже можно работать. Так как мы с вами являемся демократической страной, с паникером во главе нашего правительства, нам ни в коем случае нельзя отдавать Амстердам. Ни при каком условии. Даже если у нас будет свободна вся наша страна, но мы отдадим Амстердам, наша игра закончится. Поэтому за этот город я буду цепляться ценой всего. В совершенно отрицательном ключе у нас проходят боевые действия. Здесь у меня успехов никаких нет. Противник потихонечку выдавливает мои дивизии. Поэтому в будущем мне пришлось отступить с нескольких провинций, где у нас находился укрепрайон. Дабы уменьшить наш укрепрайон и сосредоточить больше сил на сдерживании и оборону важнейших наших городов. После принятия таких решений, оборона стала намного-намного у нас лучше. Уже видно, что противнику трудно пробиваться. В будущем мы будем улучшать наши дивизии. Я хочу сделать 18 ширины фронта, пехотка, саперная рота в поддержке, артиллерия в поддержке и ремонтная рота в поддержке. У меня очень большая ставка на трофейное вооружение, которое я в будущем планирую получать от Третьего Рейха и использовать в своих дивизиях. Поэтому пока что держим оборону. Когда нужно, прожимаем вынужденную оборону, чтобы противник терял как можно больше солдат, истощался, а мы при этом получали больше опыта для своих дивизий и улучшали навыки генерала, от которого зависит вся наша оборона. Сейчас цены на дополнение по Хойке, да и на саму Хойку очень сильно подскочили. Да и в скором времени выходит новое дополнение по Hearts of Iron, поэтому нужно уже подготавливаться. Например, я пополняю свой баланс стима через Купикод, дабы иметь самую низкую комиссию и моментальное зачисление средств ко мне на счет в стиме. Пополнять свой баланс через Купикод очень легко, просто, быстро, дешево и, самое главное, безопасно. Пополнение нашего счета происходит в 3 действия. Вводим свой логин, вводим промокод, который вы сейчас видите на экране, поэтому промокоду комиссия на пополнение счета стиме снижается на 2%. Действие промокода ограничено, поэтому пользоваться им нужно прямо сейчас. Дальше нам остается только применить наш промокод и нажать оплатить. Смотрите, сколько тут способов оплаты. Очень важно, ребят, отметить, что сервер с ней запрашивает параллель и другие данные от аккаунта, только логин, который нужно пополнить. Поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. На этот счет можете не волноваться. На сайте также можно авторизоваться с помощью Телеграма или ВК и получить 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение аккаунта. Кроме российских аккаунтов в стиме, можно пополнять также казахские. Все это делается также очень просто, благодаря удобному калькулятору, который считает за вас денежки по актуальному курсу. Исходя из этих сведений, не обязательно попробуйте пополнить свой баланс Тима через этот замечательный сервис. А по моему промокоду, который вы также видите на экране, пополнить свой баланс Тима можно с дополнительной выгодой. Пользуйся, а то промокодик ограничен. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. В конце июня 1940 года у нас сложилась благоприятная обстановка для обороны нашей страны. Поэтому в будущем я уже буду скоро задумываться о нашем контрнаступлении. Хотя бы отбить пару провинций и взять несколько дивизий противника в котел. Противник без устали на нас упарывается. Такая тактика противника обычно направлена на то, чтобы быстрее истощить наши дивизии. Таким образом, чтобы следующие подразделения рейха, которые заходят в бой с нами, имели преимущество над нашими ослабевшими и истощенными дивизиями. Но у третьего рейха что-то пошло не так. Ему трудно пробиваться через наши дивизии. Он теряет очень много людей, а еще больше оснащения. Мы же, в свою очередь, даже без ремонтной роты пока что умудряемся захватывать тяжелое вооружение. Например, средние и легкие танки рейха. В будущем, как только накопится все это дело в большом количестве, мы будем внедрять технологии рейха в свои бригады и дивизии. 1 августа 1940 года я попробовал провести свои первые контратаки в направлении Ливу Гардена. Если мы сможем освободить этот город и ближайшие города к нему, мы получим в свое распоряжение еще больше людей, которые проживают на территории этих городов, а также промышленность, чтобы ремонтировать пострадавшие от бомбардировок Третьего рейха, фабрики, военные заводы, бункеры. В первое время мы даже очень неплохо продавляли оборону Третьего рейха, пока он не подвел свои резервы и не укрепил эти равнины. На дворе уже сентябрь 1940 года противник продолжает без устали на нас упарываться. Мы же в свою очередь держим оборону. В будущем я планирую ужесточить закон о призыве, потому что мне не хватает людей. Я делаю новые дивизии. Дивизии новые нужны мне для контрнаступления и для улучшенной обороны. Чем больше у нас будет участвовать дивизии на поле боя, тем больше у нас будет простора для наших действий. Например, мы сможем с вами где-то предпринять попытку контрнаступления. И если она будет успешно закрепиться там, не боясь, что нас обратно выбит. В декабре 1940 года я предпринял еще одну попытку пробиться у нас на севере и попробовать захватить эти равнины. На мое удивление у нас это получилось. И вот она, первая значимая победа для нашей страны. Дальше можно уже отыгрывать от этого плацдарма. Благодаря законам о призыве и национальным фокусам мы смогли с вами скопить неплохое количество людей. Все эти люди уходят на новые дивизии и на восполнение потерь. 30 тысяч это, конечно, мало, но я думаю, когда мы освободим всю нашу страну, будет намного-намного больше. И уже с этим можно идти захватывать Германию. Освобождать ее от фашистского гнета. Что я скажу про нашей обороне? Наша оборона проходит очень и очень хорошо. Мне даже нравится, как мы с вами выстроили наш укрепрайон. Противник вынужден упарываться и упарываться через реки, неся при этом дополнительные потери. Мы же, в свою очередь, потихонечку начинаем внедрять в наши дивизии новые технологии, улучшаем ширину фронта и добавляем, наконец-таки, дополнительные роты. В середине июля 1941 года я пошел в дальнейшее контрнаступление, целью которого освобождение больших городов Нидерландов и постоянные попытки ослабить немецкую армию путем захватывания и котляния множества немецких бригад и дивизий. Сейчас это будет нашей первостепенной тактикой. Так как мы с вами прошли первую часть нашего видеоролика о нашем выживании, выживание закончилось, мы выжили, теперь контрнаступление нас ожидает. Получится она у нас или нет, я думаю, получится. Самое главное действовать быстро, решительно и четко. Учитывая, что мы еще одни воюем против всего Альянса Айси, нельзя давать право на ошибку нашему противнику. Это право на ошибку может очень дорого нам стоить. В середине августа 1941 года мы добились с вами значимых успехов. Теперь мы контролируем такую огромную часть нашей страны и вдобавок несколько территорий Германии. И здесь я заметил одну отличительную особенность нашей войны с Германией. Германия использовала на нашем направлении очень мало своих дивизий. Она надеялась взять нас с малым числом. Теперь, когда я совершил такой вот рывок, Германия переосмыслила угрозу с нашей страны. Она сводит еще больше дивизий. И сейчас начнется максимальная жесткая заруба за Нидерланды. В ходе боевых действий, которые совершались поздней осенью 1941 года, я по итогу потерял огромное количество своих территорий, которые ранее захватил Третьего Рейха. Я не сильно опечаливаюсь, потому что я сохранил боеспособную свою армию, вовремя отводил свои дивизии на оборонительные рубежи и наносил непоправимый вред и ущерб немецким подразделениям. Эти территории мы всегда сумеем вернуть под свой контроль. Сейчас главное не уничтожать нашу армию. Противник намного нас сильнее как промышленным потенциалем, так и влюзком. Поэтому в данном случае нам нужно использовать тактическое мастерство и тактическую хитрость. Загонять противника в ловушки, делать искусственные котлы и уничтожать его там. Ослабить вражескую армию очень и очень просто. Главное подловить их на ошибках. Спустя больше года боевых действий, а именно на дворе уже конец октября 1942 года, мы с вами смогли добиться значительных результатов в захвате вражеских провинций и освобождении нашей страны. Наша страна сейчас полностью, можно сказать, освобождена от гнета Третьего Рейха. Осталось пару провинций, но это дело времени. Сейчас я двигаюсь к Берлину. Так как я прошел ступень выживания, я ступил к Альянс Союзникам. Объясню, почему я это сделал. К союзникам присоединилась великая держава, Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки любят приводить свои дивизии и помогать где только можно своим союзникам. В данном случае мне необходима помощь союзников в лице Соединенных Штатов Америки для того, чтобы закрыть огромный фронт. Моя страна не мажорная. Мы всего лишь просто являемся лучшей минорной страной в мире, которая сумела дать отпор лучшей мажорной стране мира. И для того, чтобы я мог совершать дальнейшие наступательные действия, чтобы моя лучшая в мире пехота продолжала пробиваться через вражеские позиции и захватывать большие города Германии, мне необходима помощь Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, я дословно и понятно объяснил. Людей у нас до сих пор мало. Очень много людей уходит на гарнизоны. Поэтому вступление в союзники даст нам возможность еще запросить гарнизоны у всяких других стран. Получается два в одном. Этим нужно пользоваться. Бои за Берлин выиграла наша страна. Мы с вами соло захватили Берлин. Берлин стал голландским. Как бы это парадоксально ни не звучало, но это факт. После капитуляции столицы Германии, Германия уже готова наполовину сдастся и капитулировать. Но до капитуляции Германии очень-очень далеко. Нужно захватить еще много важных городов. Поэтому магия монтажа и вот-а! Наши дивизии уже берут с вами Вену. А спустя пару моментов и оставшиеся важнейшие города Третьего Рейха. Третий Рейх капитулировал. Посмотрите на потери, которые мы нанесли Третьему Рейху. Эта война была на истощение. Очень сильная и жесткая война на истощение. Голландия будет помнить имена своих героев, которые защищали ее у зданий Амстердама. Как и Германия будет помнить своих солдат. На мирной конференции Нидерланды получила под свой контроль полностью всю Германию. Мы получили также в роли марионеток Болгарию, Румынию и другие разные балканские страны. Таким образом, Нидерланды уже превратилась из минора в мажорную страну. Мы совершили обратный захват мира. Если можно так выразиться, мы захватили Германию, когда она надеялась нас без особых на то проблем. Парочка пехотных дивизий и танковых скушает нас, но мы это не дали ей сделать. Выживание за Нидерланды в 1939 году подходит к своему логическому завершению без альянса. Спасибо за просмотр, лайк и подписку на мой канал. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Если вы хотите больше таких роликов, 7 тысяч лайков, и я делаю ролики в подобном формате в 1939 году. Но на этот раз я выживу за Бельгию на элите. Поэтому, если хотите, все в ваших руках. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok